Здравствуйте, Виталий Николаевич. Расскажите, какова роль Росгвардии в защите общеобразовательных учреждений Республики? Здравствуйте. Одной из центральных задач ВНГ является защита и профилактика образовательных учреждений Республики. Мы являемся государственной организацией. Наши сотрудники проходят на постоянной основе профессиональную подготовку. Мы экипированы средствами бронезащиты, штатным оружием. Наши автомобили имеют свето-звуковые системы оповещения, голографические наклейки на бортах. Ведется непосредственно постоянный контроль за маршрутами движения. Сотрудники, находясь на маршруте патрулирования, постоянно двигаются по маршруту и регулярно на постоянной основе связываются с дежурными службами. Как осуществляется охрана общеобразовательных учреждений и какие используют для этого средства? Всего на территории Республики на данный момент, на данный учебный год 339 объектов образования. И половину из них, 157, охраняются посредством средств технической охраны с выводом на пульт централизованной охраны войск национальной гвардии. Всего в Республике они у нас не постоянны, потому что школы бывают, встанутся на ремонт, закрываются, открываются новые, поэтому объекты регулярно обновляются. Охрана производится путем реагирования групп задержания в случае возникновения нештатной ситуации. Сотрудники Росгвардии прибывают по сигналу тревоги на конкретный объект, где по прибытию выясняют причину сработки. В случае возникновения чрезвычайных происшествий, либо возникновения противоправных действий, принимают к мере их пресечению и задержанию преступника. Сотрудники прибывают вооружены табельным оружием, экипированы на специализированном автомобиле. Маршруты патрулирования сотрудников Росгвардии максимально приближены к объектам образования с целью сокращения времени реагирования для прибытия по сигналу тревоги. Более половины школ подключены на пульт централизованной охраны и в случае возникновения нештатной ситуации сотрудник частного охранного предприятия подает сигнал тревоги. И сотрудники Росгвардии кратчайшим путем прибывают на сработку, выясняют причину данной сработки. В случае противоправных действий предпринимают к мере их предотвращению. В свою очередь охрана делится на физическую и техническую охрану. Техническая охрана шляпится под средством инженерно-технических средств, которые делятся на систему видеонаблюдения с выводом изображения на пульт охраны, периметриальное ограждение. Виталий Николаевич, совсем немного времени остается до нового учебного года. Насколько вы готовы обеспечить безопасность школьников, студентов и безопасность детских садов? Сотрудники вневедорственной охраны на постоянной основе, согласно заявок, поступающих от глав муниципальных образований, принимают участие в комплексах, обследованиях всех образовательных учреждений республики, в проверках которых обращается внимание на работоспособность средств технической охраны, средств видеонаблюдения, которые выводятся на посты охраны непосредственно образовательных учреждений, также периметриальное ограждение образовательных учреждений, на систему управления, контроля доступа в помещения и объекты образования, а также на физическую охрану сотрудников вневедорственной охраны, либо сотрудников частных охранных предприятий, которые непосредственно охраняют данные образовательные учреждения, их профессиональная подготовленность и готовность к любым нештатным ситуациям. Перед каждым учебным годом проводится комиссионное обследование всех школьных учреждений и школ республики, Комиссионное обследование направлено на проверку работоспособности технических средств охраны, работ систем видеонаблюдения, периметриальных ограждений, заборов, которые огораживают наши учебные заведения, школы и садики. Какие объекты вы еще охраняете? Все объекты, коммерческие объекты, муниципальные объекты, объекты, подлежащие обязательной охране, квартиры, склады, имущества граждан, то есть весь спектр охранных услуг мы оказываем. Виталий Николаевич, кто сможет заключить договор на охрану с Росгвардией? Договор может заключить любой желающий, как юридическое, так и физическое лицо. Под охрану Росгвардии может стать абсолютно любой гражданин. Гражданин может охранять как частный дом, так и жилую квартиру, гараж, личный автомобиль. Охраняться могут юридические и физические лица, независимо от форм собственности, их местонахождение и территориального расположения. Услуги охраны очень доступны. Виталий Николаевич, спасибо Вам за такую интересную беседу. Наши зрители узнают много нового. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok